16 сентября в пятницу в Слоним приехал всемирно известный польский фотограф Рафал Милах. На протяжении нескольких часов Рафал был занят в фотосессии некоторых моделей Виталия Жилинского, известного в нашем городе как руководителя общественного объединения VitaStyle, ранее школа моделей Леона. Не, не, я не такая мировая знаменитая, это первая речь, просто здесь очень известная школа моделей, и у меня проект в Беларуси, я сейчас начинаю проект, которым я хочу фотографировать победителей разных конкурсов, все, что связано с красотой, все, чем люди гордятся. Вот, и Таня мне подсказала, что в Слониме очень известна школа моделей, и вот я здесь надеюсь пофотографировать слонимские красивые девушки. Рафал Милах сам предложил Виталию сфотографировать его моделей. О слонимских красавицах фотограф узнал после победы Анастасии Шогиной на международном конкурсе красоты. Сейчас, сегодня первый день, я просто вчера приехал, и сегодня начинаю. Буду фотографировать в Минске больше всего, в Слониме, может быть и в Бресте, я даже не знаю где-то. Милейский район, Милейский район, Милейский район. Да, да. Это просто у нас есть какой-то план, мы сейчас решаем, в каких городах будем фотографировать, и это зависит от героев моего проекта. Сначала надо уделать, сделать проект, а потом, надеюсь, что если удастся где-то в Беларуси показать, в Минске, тогда, а может быть и в Слониме, наверное, все будет в интернете показано. А если проект разрастется, тогда из этого будет выставка и книжка. Да, да. Если все хорошо пойдет. Ну, я думала, у нас, конечно же, все получится. Ну, надеюсь, надеюсь, что да. Но это никогда не понятно, когда сегодня первый день, я еще пока не начал снимать, тогда очень тяжело сказать, или это повезет, или нет. Но, наверное, это такой проект, это не одна-две недели, это на несколько месяцев надо расписать. И я просто хочу возвращаться еще в Беларусь на, как сказать, в пространстве несколько месяцев. В профессионализме Раффала сомневаться не стоит. Справочная информация гласит, что искусству фотографий молодой человек учился в Чехии, получив степень бакалавра в институте креативной фотографии. Его фотографии были опубликованы в изданиях Франции, Германии, Италии, Великобритании, Португалии, Японии. Работы Раффала выставлены в Польше, Австрии, Испании, Германии, Японии и Китае. Его фотографии находятся в постоянной коллекции Музея фотографического искусства Киосата в Японии. Растопроводим. 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 Растопроводим.